Религия в Казахстане Религия. Основная статья. Религия в Казахстане. Традиционная религиозная принадлежность мусульмане-сунниты с влиянием суфийского учения Хаджи Ахмеда Ясави. Масха, мусульманская правовая школа имама Абу Ханифа. Также есть незначительная группа шиитов и мамитов. Проникновение ислама на территорию современного Казахстана происходило в течение нескольких столетий, начиная с южных регионов. Первоначально ислам утвердился среди оседлого населения Семеречи и Насадари в конце 10 века. Например, ислам был уже в империи Караханида в конце 10 века. В настоящее время основная масса казахского населения считает себя мусульманами и собладает в той или иной мере хотя бы часть обрядов. Например, обряд обрезания, суннет, совершает подавляющая верующая часть казахов. По мусульманским обрядам хоронятся почти все казахи. Хотя следует отметить, что лишь определенная часть меньшинства регулярно совершает намаз и соблюдает другие религиозные требования. В настоящее время в Казахстане функционировали 2700 мечетей, в советский же период их было всего 63. Количество верующих сейчас возросло, в том числе мусульман. Распространение ислама среди кочевников было не таким активным, как среди оседлого населения чурских народов, так как традиционной религией чурков-кочевников было тенгарианство. Но ислам продолжал распространяться в последующие столетия. Так, ислам принял хан Золотой Орды Бярки в 1255-1266 года и хан Узбек в 1312-1340 года. В тот период среди чурков было сильное влияние суфийского духовенства. Огромный вклад в пропаганде ислама среди казахов внес основатель суфийского ордена Ясавия Ходжа Ахмед Ясави, умерший в 1166 году в городе Туркестан. Тенгарианство. Тенгарианство возникло естественным историческим путем на основании народного мировоззрения, воплотившего и ранние религиозные и мифологические представления, связанные с отношением человека к окружающей природе и ее стихийным силам. Своеобразной и характерной чертой этой религии является родственная связь человека с окружающим его миром, природой. Тенгарианство было порождено обожествлением природы, вечного неба над головой и почитанием духов предков. Тюрки поклонялись предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще бывает ласковой и щедрой. Они умели смотреть на природу как на существо одушевленное. Тенгарианская вера давала тюркам-кочевникам знания и умение чувствовать дух природы, острее осознавать себя ее частью, жить в гармонии с ней, подчиняться ритму природы, наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте. Все было взаимосвязано, и тюрки-кочевники бережно относились к степям, лугам, горам, рекам, озерам, то есть к природе в целом, как носящий божественный отпечаток. Продолжение следует...